Привет, ребят, с вами Флаттер, и я понимаю, что уже по поводу этого высказался Уликс и всё такое, но тем не менее я хотел бы тоже записать ролик по типу Хасбро. Я не понимаю, ты хочешь уничтожить паняш или же продвинуть их, потому что я реально не понимаю. С одной стороны, постоянно слитые какие-то секреты, слитые какие-то серии MLP. И слитая полнометражка My Little Pony The Movie за неделю до основного релиза. Что ты творишь? Я не понимаю, серьёзно. И получается, недавно-недавно слили секреты. Секреты про пятое поколение и девятый сезон. Я такой посмотрел на это, думаю, ваат, серьёзно, будет пятое поколение, это же то, чего я хотел. Но потом я немножко присмотрелся к концепт-артам, и я ужаснулся. Потому что, ну, давайте посмотрим тоже на концепт-арты, потому что, вообще, Applejack, мне кажется, она прикольно стала выглядеть. Всё. Разнообразно так. Но. Меня немножко поразил тот факт, что у Twilight Sparkle нету рога. Я такой, ваат, нету рога. Почему рог теперь у Fluttershy? И почему у Fluttershy нету крыльев теперь? Чё это вообще такое? Дальше я не знаю почему, но мне немножко не вкатили вот эти вот рисунки, типа Rainbow Dash, наброски, вот Fluttershy. Потому что они выглядят как, так сказать, собаки. Вот знаете, собаки в 80-х, Дисней рисовал мульты про собак очень часто, и они выглядели примерно вот так же сами. Так, дальше. Вот показаны персонажи, которые, скорее всего, будут в новой полнометражке. Одного из них озвучит Дэнни Девита, что вообще круто. Дальше у нас новые какие-то локации. Вот, это как раз таки с второй полнометражки концепты. Neon City тоже будет. И вот ещё варианты, как будет выглядеть Rainbow Dash. Вот это вот всё. Вообще, на B-наброске лучше это будет не B-набросок, потому что как-то крылья уж слишком большие, как мне кажется. Дальше. Я не знаю, что это вообще за персонаж на самом-то деле. Аллигатор. Ну ладно. По поводу, кстати говоря, Уликса, я оставлю ссылку на его ролик в описании. Вы можете его посмотреть. Там, мне кажется, конструктива будет побольше. Дальше я просто высказываю собственное мнение по поводу всего этого. Так, вот ещё. Violent Concept. То есть, основа на Лонгма Дракон... Дракон Пони. Что-то. Дракон Конь, скажем так. Просто Хорс и всё такое. Дальше идёт ЕГЭ. То есть, Эквестрия Гёрлс. Как они будут выглядеть. То есть, мы можем увидеть, что они особо не поменяются, но, возможно, немножко рисовка изменится. И нам показывают, типа, вот вы видите, видите. Это всё на популярных платьях, на популярных трендах. То, что люди носили, будут носить и наши персонажи. И что-то такое. У Пинки Пай какой-то странный концепт тут получается. Ну, ладно. Вот Rainbow Dash меня удивил. Именно Rainbow Top ей добавили. Что, кстати говоря, неплохо. Sunset Shimmer тоже странно. Twilight мне нравится, как сделали. Всё прекрасно. Просто. Дальше что у нас есть? Закроем сейчас эти концепты. И будущее франшизы. Как мы можем увидеть. Вот. Этот год уже заканчивается. Сезон седьмой. Фильм тоже есть уже. Дальше, скорее всего, вот. В 2018 вначале выйдет на DVD сам фильм. Потом сезон восьмой. Будет вот в мае. Я так понимаю, в марте, в мае. И дальше Holiday Special, который будет записан на Netflix. То есть выпущен на Netflix. А новогодний спешл, мне кажется. Ну, Holiday Special. Там только, может быть, либо Halloween, либо Новый год, мне кажется. Дальше 2019 год. Сезон девятый по ней. Дальше это все заканчивается. И дальше ивент. Сиквел. Концепт. Сиквел, фильменный концепт. То есть это как бы покажется концепт сиквельного фильма. А потом в 2020 должно было оказаться бум. Это приквельный фильм. Который выйдет весной-летом 2019 года. Это будет приквельный фильм к первому сезону пятой генерации My Little Pony. Да, возможно, это немножко запутанно. Но, тем не менее, они выделяют немаленький такой бюджет. Как можно видеть на этих вообще схемах. Вот, допустим, на муви, на фильм первый, они выделили 50 миллионов бюджета. Да, бюджета они даже меньше выделили в этот раз. Но, тем не менее, тем не менее, выручка будет даже больше. Так. Дальше. Второй сценарий. То есть это все сценарно поставлено. И так далее. Вот мы видим даже. Вот я не знаю, к чему это. Но из-за них, так сказать, слились еще и другие мульты, которые будут. Допустим, Миньоны 2 я не знал, что будет. Фроузен 2 я знал, что будет. Но там затея не очень-то хорошая. Кто видел трейлер, тот поймет. Но мне кажется, то просто новогодний спешл. Поэтому надеюсь, что Фроузен 2 будет шикарным. А история игрушек 4 будет. То есть это тоже удивительно. Дальше. Так. Это уже все. Дальше после концепта. Концепта. Извиняюсь. Я вырезать особо-то... Стоп, стоп, стоп. Я слишком далеко провернул. Я вырезать особо-то ничего не буду. Чтобы вы все видели сами. Сами все это. И я не мешал просмотру. Своими вырезанными фразами и т.д. Так. Вот, по сути, еще письмо. Я его переводить не буду. Просто много времени займет. И так далее. Я хочу поскорее выложить этот ролик. Дальше у нас идет презентация пятого поколения. Дальше нам показывают Legacy of Success. То есть легенда популярности. Девять сезонов. Десять лет. Двести двадцать на один эпизод. Сто девяносто три региона. Миллионы фанатов. Это действительно большие суммы. Большое количество серий. И они этого добились не напрасно. Они молодцы на самом деле. В этом-то плане. Дальше у нас анимационное пространство. Тридцать два новых анимированных серий в Америке в 2010 году. Дальше нам показывают код в сапогах. Причем тут код в сапогах, конечно же. Ну ладно. К этому не будем. Так. Об этом тут все рассказывается. Типа эволюция MLP. Первая генерация вторая. Третья. Третья с половиной четвертая. То есть, скорее всего, игрушки для поняш тоже они немного изменятся. Потому что раз так они решили все изобразить. Дальше они показывают, что они вообще задумали. Что вообще брендуется. То есть бренд самых поняша. Мэнсикс, фрэншип, лор, мэджик. Это вся составляющая Майлитл Кони. Дальше они показывают, что... Мэнсикс. Фанаты любят... Идентифицировать себя как... С Мэнсикс. То есть, походить на Мэнсикс. Ну, как вы понимаете, у меня по никнейму так же само. С Флаттершай получилось. Что, когда я начинал YouTube деятельность, я идентифицировал себя как... Человек, похожий на нее. Дальше... Дальше... Фанаты любят полную реализацию мира, который был создан в MLP. То есть, абсолютно все, что там происходило. Борьбу с добром и злом. Дальше показывают... Прайм-локации Понивиль. Клаусдель. Эверфри Форест. Это, скорее всего, тоже наброски, как они будут выглядеть. Так. Анимационный стиль. Вот, что меня заинтересовал. Анимационный стиль... Будет... Схож, скорее всего. То есть... Комплемент с Мэнсикс. Фрэш. Контер... Контерпрори лук. То есть... Так сказать... Главная шестерка. Это раз. И два. Это свежий взгляд. То есть, скорее всего, они из-за этого и меняются. Хотят осовременить My Little Pony. Так сказать. И, как можно видеть по этому плану, они не хотят оставаться на месте. Останавливаться на месте. Дальше, что у нас? Предварительные цифры второй полнометражки. Восемь основных персонажей. Восемь второстепенных персонажей. Фоновых персонажей. Шестнадцать. То есть... Всего... Тридцать два персонажа, которые будут заключены в полнометражке. Ладно. Ну ладно. Слишком много, на самом деле. Но, тем не менее, надеюсь, что это будет круто все. Похоже, что всего будет представлено шесть видов существ. Так сказать. В Понивиле, значит, будут внешние три, внутренние три. Кантерлот. И так далее. То есть, они будут добавлять много-много персонажей в сам MLP. И... Кроме этого, они еще слили серии. Но это не просто серии. Это недоделанные серии. Их слили там, по-моему, от шестой до тринадцатой серии. Где-то так. Или даже до пятнадцатой. Но, тем не менее, они все-таки слили. Вся суть у них в том, что некоторые из этих самых серий, они... Нету там музыки. Нету звуковых эффектов и т.д. То есть, смотреть или нет уже, это на ваше усмотрение. Даже на некоторых просто... Ну, полная серия есть. И есть также аниматик к ЕГЭ. То есть, к эквастритским бобенкам. Ну... Это все. Что мы скажем? А, еще песня из шестой серии. Восьмого сезона. Ее тоже слили. На Яндекс.Диск. И сейчас давайте-ка послушаем. Хотя бы немножко. Дальше ссылочка будет в описании на сам этот постик. Потому что... Меня могут забанить. Ну, этот ролик могут заблокировать. За авторское право и т.д. Поэтому... Ребят. На ваше усмотрение. Как вам? Сможете ли вы пережить пятое поколение? Понравится ли вам оно? Нравится ли вам концепт? Обязательно напишите в комментариях. Потому что... Если... У меня просто, знаете... Было такое предчувствие, что... Если они все-таки додумаются сделать пятое поколение. То... На Ютубе опять возрастет популярность Mali Little Pony. И наконец-то появятся новые лица. Которые станут популярнее, популярными и т.д. И я надеюсь, что опять будет все хорошо. Как было, допустим, в 2015-2016 году. Когда я был как раз-таки на Ютубе. Делал что-то с панями. И популярность также будет среди новых аниматоров. Среди... Всех людей, которые занимаются действительно творчеством. Нам надо больше творчества. И тогда мы сможем опять оживить эту, так сказать, стезю в Mali Little Pony community. Что ж... На этом, пожалуй, все. С вами был Flutter. Сколько я там записывал? 15 минут. Я думаю, нормально. И всем спасибо. Всем пока. Надеюсь, вам понравился ролик. Надеюсь, вы согласны со мной, что надо дать все-таки пятому поколению шанс. Потому что, если мы не дадим ему шанс... Мы и так будем все время ныть... Оооо... Прошлое поколение было лучше. Изменения, как говорили люди, всегда в пользу. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok